Мой вопрос такой, у меня дочка, ей 4,5 года, и мы здесь ход не разговаривали, у нас почему? У нас задержка речевого развития. Буквально полгода назад я занялась, потому что, ну, родные мужа не поняли, что, ну, это диагноз, это задержка речевого развития, это аутизм у ребенка. И, как бы, я сейчас сама одна, воспитываю твою детей, я одной, вторая девочка, ну, как бы, мне немножко и тяжело, получается, та семья, ну, ну, можно сказать, не общается с детьми, а у меня, как бы, ну, страшно одной, потому что очень трудно, как бы, ну, ребенок особенный, как бы, вот так. Ребенок напряженный. Вот смотрите, аутизм означает напряжение. Есть ДЦП, это напряжение, которое идет в мышцы, есть аутизм, это напряжение идет в психику, в тонкую энергию. Любое напряжение всегда избавляется от человека, ну, напряжение означает нехватка энергии природы. Напряжение лечится с помощью крупных деревьев, то есть надо больше ребенка, чтобы контактировал с деревьями. Водоем, вода расслабляет таких детей, крупные животные, особенно женского пола, расслабляет, то есть нужны животные крупные, нужна вода, нужны деревья. И ребенок, постепенно расслабляясь, начинает развиваться, у него восстанавливается речь. То есть проблема именно в напряжении, не в том, что речи нет, это следствие. Проблема в напряжении. Хорошо, тогда немножко подкопите денежек у нас, полечитесь. У нас очень хороший результат с аутизмом. Поднимите руку, кто у вас, вот ребенок с такой проблемой, лечится и результаты получились. Ну, то есть лучше становится. Есть такие у вас здесь? А? Вот такой человек есть здесь, видите? У нас много таких детей, они носят семена в ушах, камни носят на руках, пояс, и их расслабляет. Значит, нужно прибегать к лечению тогда. Ну, просто у меня еще такой момент, когда... Я знаю ваш момент. Вы уже сказали, что вам очень тяжело, вы чувствуете себя одиноко, у вас нет сил, вам очень трудно жить сейчас. Я вас услышал. Я просто вам рассказываю параллельно, что делать с ребенком. А что касается вашей ситуации, то вы должны понять, что человеческая жизнь предназначена не для того, что вы думаете. Ничего бы непонятного. Сейчас я вам расскажу кое-что. Ничего непонятного. Это самая сложная тема, которая только бывает в этой жизни вообще. Я разок ночью сплю и вижу сон, который я уже сто раз видел. У меня несколько таких снов. В одном из них я испытываю большие трудности во время учебы в институте. Я думаю, ну мне уже 50 с лишним лет. Какой институт вообще? Я уже кандидат в науку. Я не учусь в институте. Чего? Зачем мне этот сон? Нет, нет, ты опять учишься, у тебя переквалификация. С ним мне такое внушение идет. Я уже не могу это все смотреть, я устал. И потом я думаю, ну откуда вообще это все идет? И начал присматриваться ко сну. И увидел, вот как я студент, как мне тяжело жить. Я увидел обстановку вообще другую, других людей. Увидел другие дома, другой институт, другую страну. Я узнал себя в прошлой жизни. Вот в этой жизни мне также было тяжело учиться в институте. То же самое. Такие же события похожие. И даже вот женщина, которая помогла мне, пожилая женщина, меня приютила за бесценок просто, мне дала возможность там жить у нее дома. Ну, комнатку мне далась в доме своем. Там такая же была женщина. Не эта, другая, но такая же. Ну, очень сильно все похоже вообще ситуация. Я увидел свою прошлую жизнь. Даже увидел, где я примерно жил. Ну, то есть, ну, страну. Это где-то между Молдавией и там рядом, Румынией. И потом, я раз узнал прошлую жизнь, так же, как у меня сработало такое же чувство, как и у вас. Я понял, что мне Бог показывает вот это все. Я такой, а позапрошлая жизнь? Ну, вы же тоже любите спрашивать. Что-то ответили, вы еще, еще хотите. Человек не может остановиться. Я позапрошлой, и я увидел, ну, не всю позапрошлую жизнь, а просто основные какие-то моменты. Потом дальше, дальше, и все примерно, ну, как бы, похожее. И тогда я такой спрашиваю уже Господа в сердце, говорю, А, ну, если это все примерно вот так вот похоже, то тогда зачем это надо? Все. И ответ в моем сердце был не словами, а просто я такое знание получил из сердца. Что единственный смысл в жизни человека заключается в том, чтобы я за эту жизнь приблизился, он сказал в сердце, чтобы ты ближе был ко мне. Вот зачем за это, вся эта жизнь нужна для того, чтобы только, чтобы ты чуть-чуть ближе был ко мне. Больше ни за чем это не надо. Вот это все вот так. Мы забываем все это, что там было в этой жизни, и только во снах видим, и даже не понимаем, что это с прошлой жизни сон. Что-то такое происходит трогательно, а что, я не пойму. Ну, то есть, понимаете, то есть мы жили, 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 и потом забыли об этом вообще, как бы уже нам это и сто лет не надо. И люди эти, и вещи, и дома, то, что мы добивались. Понимаете? И для того, чтобы человек Бога вспомнил, иногда, когда сильно надо ему вспомнить Бога, Бог дает ситуацию человеку в жизни абсолютно невыносимую. Полное одиночество, полная безысходность, нет защиты, нет прибежища. Для чего? Возникает только один вопрос, который вы мне сейчас задали. Я услышал ваш вопрос глубже, чем вы думаете. Для чего? Возникает только один вопрос. Ответ очень простой. Если вы его вспомните чуть-чуть побольше, то все это пройдет очень быстро. Вот у Бога, знаете, дать мужика вообще не проблема. У него у этих мужиков просто заболевали. Понимаете? Работу человеку дать, мужика сделать так, чтобы ребенку легче стало, ему вообще не проблема. Понимаете? Просто он ждет, когда вы сдадите в этой жизни свой экзамен. Потому что это самый тяжелый период в вашей жизни сейчас идет. И он нужен обязательно для того, чтобы вы что-то поняли. Только в тяжелой ситуации человек может что-то глубокое в жизни осознать. Только через такие тяжелые испытания и страдания. Поэтому Бог не облегчает ваше состояние сейчас. Потому что вы должны пройти этот путь, осознать что-то. Понимаете? И как только осознание придет, сразу все, концерт закончен. Вот зачем все это надо, вы меня спросите. Зачем все это надо? Вот за этим. Потому что мы думаем, что наша жизнь предназначена для счастья. Вы мне все спрашиваете. Олег Геннадьевич, когда счастье? Когда счастье? Через сколько минут, часов? Давай, счастье хочу. А вот у Бога другая мысль. Он понимает, что наша жизнь не для счастья предназначена. Для того, чтобы мы к нему приблизились. Но в момент счастья мы к нему не приближаемся. Мы от него отталяемся. Понимаете? Когда я на Украину приехал, в самый разгар вот этой войны. Они все такие бледные, такие несчастные сидят. Замученные. И я начал учить их молитвы. Вот всю лекцию об этом читал. Мы молились, пробовали даже вместе. Все как бы научил. Потом приезжаю на следующий раз. Смотрю, уже такие все порозовели. Получше стало. И я говорю, ну продолжается все военное действие, но люди начали побеждать судьбу просто. Я говорю, поднимите руку, кто из вас почувствовал облегчение? И подняло, ползало даже больше руку. А потом я говорю, а кто из вас, кто почувствовал облегчение, уже теперь не молится? Из этих людей больше половины подняли руки. Вот человеку, понимаете, много не надо. Вот чуть-чуть легче стало. И до свидания, Бог. До свидания, молитва. Лекция Олега Геннадьевича тоже некогда уже слушать. И так хорошо. Чего беспокоиться? Видите, мы очень скупые. То есть нам много не надо счастья. Вот чуть-чуть получил, человек и сразу. И все.